Просто начните говорить на языках. Пусть это начнет выходить из вас. Мы начнем направлять их немного, но сначала позвольте им течь. Позвольте этому быть тем, что освежает вас. Пусть это приведет вас в покой, который обещан, прямо сейчас. Прямо сейчас, отец, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя прямо сейчас. Во имя Иисуса, прямо сейчас. Во имя Иисуса. Будьте благословлены Его Духом прямо сейчас. Позвольте этому выходить, течь из вас. Начните говорить громче, немного громче. Вы контролируете эту часть. Вы контролируете громкость, вы контролируете силу. А я буду направлять вас в это. Прелесть в том, что когда вы говорите на языках, вы все еще можете думать. Потому что говорение на языках никоим образом не связано с вашим пониманием. Поэтому прямо сейчас я буду направлять вас. Продолжайте слушать то, о чем я говорю. Следуйте тому, что я говорю. Начните говорить на языках. Сейчас, позвольте этому течь, пусть оно течет спокойно и легко. Просто позвольте этому течь. Спокойно и легко, во имя Иисуса. Сейчас начните говорить громче и сильнее. Громко и сильно. Громко и сильно. Позвольте этому выходить из вас с силой. Громко и сильно. Позвольте этому выходить из вас. Вот так. С силой. Теперь направьте. Направьте говорение на языках на конкретную вещь, которая сейчас происходит в вашей жизни. Вы можете думать об этом в вашем разуме и направить ваше говорение на языках, на эту ситуацию. Если есть какая-то проблема в вашей жизни, начните думать о ней прямо сейчас. И направьте ваше говорение на языках, на эту проблему. И позвольте Духу Богу разобраться с этим прямо сейчас. И исправить ее, во имя Иисуса. Громко и сильно. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Громче, громче. Давайте. С силой. Вы должны уметь продержать такой уровень как минимум 15-30 минут. Ежедневно, регулярно. 1, 2, 3, 4, 5 раз в день. Так держать. Так держать. Отец, мы благодарим тебя. Прямо сейчас. За твой дух. Ты переполняешь твоих людей. Производи в них покой и обновление. Производи во имя Иисуса. Пусть этот счет свободно. В полном потоке духа. Во имя Иисуса. Отлично. Так держать. Прямо сейчас мы разрушаем эти твердыни. Мы разрушаем все, что сдерживает. Во имя Иисуса. Пусть это будет сила и громко. Давайте. Прибавьте громкости. Прибавьте громкости. Силой. Силой во имя Иисуса. Правильно. Так держать. Даже если музыка стала тихой, это не значит, что вы стихаете. Вы молитесь духом. Павел сказал, я буду молиться духом. Вы сейчас молитесь из духа. Дул Божий активирует то, что вы говорите, и приносит это к трону небес. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Давайте. Врежьте этой проблеме. С помощью Духа Святого. Теперь переключаемся на пение. Переключаемся на пение на иных языках. Начните петь на иных языках. То же самое, что делали раньше. Просто пойте. Пусть оно течет. Начните петь. Начните петь на иных языках. То же самое, только пойте. Вы даже можете петь на мотив музыки, которая играет. Позвольте этому течь. Давайте. Тренируйтесь. Пойте. Найдите мелодию. Во имя Иисуса. Давайте. Начните поклоняться Ему. Поклоняться Ему, говоря на языках. Когда они молились на языках, они превозносили Его. Превозносили Бога. Начните петь на языках. Пойте. Так держать. Так держать. Начните поклоняться. Настройте ваш разум на Него. Начните поклоняться. Отлично. Займет немного времени перестроиться, но у вас получится. Вот так. Вот так. Вот так. Отлично. Просто позволяйте Духу течь. Изливаться через вас во имя Иисуса. Начните поклоняться. Начните поклоняться. Вот так. Позвольте Духу течь из вашего Духа. Поклоняемся Ему. Славим и возвеличиваем Его, говоря на иных языках. Во имя Иисуса. Вот так. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Так, сейчас снова возвращаемся к говорению на языках. Возвращаемся к говорению на языках. Я хочу, чтобы вы подумали о ком-то, кто сражается с болезнью или немощью. И, возможно, у них продолжается это уже какое-то время. Они борются с этим. Направьте на этих людей. Направьте говорение на языках в этом направлении. Пробейте это во имя Иисуса. Используйте иные языки, чтобы сделать прорыв в этой ситуации. Это будут иные языки, как в битве. Прорывайтесь и разрушайте все, что сдерживает во имя Иисуса. Говорите с силой. С силой. Молитесь, имея это в виду. Молитесь, имея это в виду. Вот так. Молитесь за них так же, как вы молились бы за себя. Вы хотите этого достигнуть во имя Иисуса. Прорвитесь с помощью Духа Божьего. Святой Дух, возьми молитвы святых во имя Иисуса. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Мы разрушаем Дух Рака. Мы разрушаем Дух любой болезни. Мы не испровергаем эти вещи. Мы не преклоняем свои колени во имя Иисуса. Преклоните колени во имя Иисуса. Прямо сейчас. Молитесь, имея это в виду. С силой. Сильно. Вот так. Давайте сейчас еще коротко и быстро будем говорить на иных языках. Сильно и громко. Громко и сильно. Давайте. Сейчас начните затихать. Говорите тише и тише. Почти про себя. Почти про себя. Очень тихо. Почти так, как вы говорите на языках беззвучно. Но продолжайте молиться. Продолжайте молиться. Продолжайте молиться. Вот так, на языках. Но почти беззвучно. Про себя. Мы должны быть в состоянии так делать в любом месте и в любое время. Существует время, когда мы произносим это вслух. Открыто. И существует время, когда мы произносим это про себя. И когда это происходит таким образом, это научает, укрепляет. Созидает вашу веру. Выстраивает силу внутри вас. Прямо сейчас. В то время, когда вы это делаете, я хочу, чтобы вы подумали, о чем вы говорите. Я хочу, чтобы вы начали истолковывать то, что вы говорите на иных языках. И это придет, как истолкование в ваш разум. И в то время, как вы будете истолковывать, заметьте то, о чем вы истолковываете, в то время продолжая говорить на языках. Молитесь на языках, но одновременно истолковывайте. Следующий шаг. Я хочу, чтобы вы испытали широкий диапазон всего этого. Начните снова громко молиться на языках. Так громко, чтобы вы могли это слышать. А это значит, что вы и вашими собственными ушами можете услышать то, что произносят ваши уста. Не нужно очень громко, но так, чтобы вы могли это слышать. Прямо сейчас начните молиться на иных языках. Вдыхайте дух и позволяйте ему выйти. Это так просто. А сейчас остановитесь и истолкуйте то, что вы получили на вашем родном языке. Просто позволите ему выйти. Просто откройте уста. Это так же, как говорение на иных языках. Откройте уста. Прямо сейчас. Если вам нужно, попросите отца. Отец, позволь мне истолковать то, что я сейчас произносил. Молитесь так и верьте в то, что вы попросили, и то, что вы получили просимое. Начните говорить на вашем родном языке то, о чем вы молились на языках. И просто начинайте произносить. Начинайте произносить. Дух Божий действует через вас прямо сейчас. Вы должны осознавать, что это Дух Божий, который действует в вас. Это Его Дух. Это не вы, это не ваш разум, это Его Дух производит действия через вас. Он хочет соединиться с вами. Хочет быть вместе, рядом с вами. Хочет противостоять вместе с вами против определенных вещей. Укрепить вас и убрать в ваши немощи то, в чем вы слабы. Прямо сейчас. Сейчас, если вы хотите, можете повернуться друг к другу. Не нужно никому прикасаться. Но просто повернитесь к тем, кто рядом, и начните благословлять их на языках. Просто говорите к ним. Смотрите на людей, которые вокруг вас. Вам не нужно к ним прикасаться. Просто посмотрите на человека, который рядом с вами. И благословите его на языках. Начните говорить на языках, но направьте это на человека. Направьте на человека. Во имя Иисуса, прямо сейчас. Мы благословляем их. Начните благословлять. Начните благословлять. С помощью Духа Божьего. Начните благословлять их. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Начните благословлять их. Прямо сейчас. Начните благословлять. Хорошо. Сейчас начните благословлять их на вашем родном языке. Если это английский, тот, на котором вы обычно общаетесь, начните благословлять. Скажите им то, что Дух Божий хотел произнести. Обычно это бывает то, что идет в соответствии со словом. Просто начните благословлять их. Благословлять их здоровье. Благословлять их финансы. Благословлять их дом. Благословлять их супружество. Благословлять то, что им принадлежит. Благословлять их детей. Начните благословлять их. Принесите благословение Бога. Прямо сейчас. Не думайте об этом слишком много, просто начните благословлять. Произнесите к ним благословение Божье. Благословение Божье. Каждое благословение будет точным. Знаете почему? Потому что мы уже благословлены всяким духовным благословением. Все, что вы делаете, это выбирайте благословение из несметного числа благословений. Поэтому вы не можете ошибиться. Просто благословляйте их. Благословляйте. Во имя Иисуса. Благословляйте. В то время, как вы благословляете их на вашем родном языке, я скажу вам. 99,9% вы будете говорить на вашем родном языке то же, о чем вы говорили на языках. Это и будет истолкование того, что вы говорили. Видите, я поймал вас на этом, я специально это сделал. Потому что часто людям очень трудно начать истолковывать то, что они получили, и они замолкают. Но это не так сложно, вы начинаете благословлять. И Святой Дух движет вами, и к тому времени, как это дойдет до вашего разума, и вы попытаетесь понять, что это, на тот момент это уже будет наполнено Духом. Это уже произведено Духом. Не пытайтесь понять это, просто произносите. Благословляйте их. Во имя Иисуса, благословляйте их. Благословляйте. Внимание, остановитесь. Посмотрите в мою сторону. Давайте вернемся. У вас все хорошо? Итак, последнее. Вы чему-то научились сегодня? Что-то нашли для себя. Мы не будем делать это каждое воскресенье, но я хочу, чтобы вам это легко давалось. Я не хочу, чтобы вы говорили лепечущими устами. Я хочу, чтобы вы очень легко могли это воспроизводить. Чтобы Дух Божий тек через вас свободно, чтобы вы легко переходили от языков к истолкованию. От языков к молитве. К пению на языках. Ко всему, что мы сейчас делали. Вы должны уметь быстро менять эти стили, потому что все это, это оружие воинствования. Это оружие, которое нам необходимо использовать в Духе. Вам нужно быть в форме, чтобы использовать правильное оружие в нужное время, в нужном месте. И это будет происходить, естественно, с помощью Духа Святого. Благодарим вас за прослушивание этого урока. Если вы хотите получить информацию о том, как присоединиться к нашему движению, информацию о учении в онлайн-институте или локально у вас в городе, информацию о других материалах служения JGLM, если вы хотите отправить нам молитвенную просьбу, а также, если вы хотите сделать финансовый вклад в наше служение, переходите на наш сайт www.jglm.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова